Так, а какие мы с вами смотрим лимфатические узлы для того, чтобы понять самотическое состояние пациента? Первое, я всегда смотрю, это затылочные лимфатические узлы, да? Вот у нас с вами есть два гребня, ручку положим, посмотрим, два гребня вверх и нижняя военная линия. Там находятся у нас с вами затылочные лимфатические узлы, и туда у нас оттекает лимфа от внутреннего уха, да? То есть от, если бы это были атиты, тут же у нас будут там с вами гаймориты, да? То есть все, что касается внутричерепных проблем. То есть там мы с вами увидим большие, мы с вами увидим лимфатические узлы, то есть увидим такой горошин. Второе, что мы с вами смотрим, это придушные лимфатические узлы, потому что придушные лимфатические узлы собирают нас с вами со средней трети лимфа, то есть это синуситы, ремиты и гаймориты. Также гайморит мы с вами увидим, это и еремные, двубрюшный узел, который находится у угла нижней челюсти, потому что здесь тоже идет отток. И также, если есть какие-то проблемы, решетчатые кости, да, это мои виды, это тоже мы с вами увидим непосредственно в еремном, двубрюшном лимфатическом узле. Значит, посмотрели сзади, да, пропальпировали, чтобы там у нас ниотитов, ничего не было, глубоких процессов. Мы с вами посмотрели околоушные лимфатические узлы, все, что касается средней трети. Мы посмотрели обязательно еремные лимфатические узлы, это все, что касается у нас с вами и гайморитов и тому подобное. Мы посмотрели лимфатические узлы под нижней челюстные лимфатические узлы, это все, что касается стоматологии и все, что касается у нас с вами лора, да. То есть в верхнем дыхательном пути лор тоже у нас с вами пропальпировали. И потом, обратите внимание, по латеральному краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы тоже пальпируем лимфатические узлы, потому что это у нас все, что касается органов гортани. Почему мы с вами смотрим? Иногда пациенты просто реально, правда, они забывают о том, что они болели или они принимают какие-то препараты, или они там, допустим, очень хотят какую-то процедуру куаторной пластики.